Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсен». Сегодня мы начнем первое отделение композиций, которые составлены нами из нескольких отрывков из музыки, совершенно из разных областей музыкальной культуры. Начнем мы с фрагмента мелодии гениального Орнета Коумана. У него где-то в 1958 году, когда он только заявил о своей идее о тональном джазе, появилась потрясающая мелодия, которая вошла в золотой фонт джазе. Она называется «Lonely Woman» – «Одинокая женщина». Эта длинная композиция, мы сыграем небольшую часть, чтобы показать, насколько был гениальным этот человек. Несмотря на то, что он играл тональную музыку, он сочинял гениальные мелодии, что и помогло ему продвинуть свои идеи о тональном джазе, который стал со временем просто классикой джаза. Итак, «Lonely Woman». Она перейдет в фарандолу из оперы «Безе Кармен». Вот такой неожиданный ход. Потом мы сыграем один из хитов квартета Дэйва Брубека. Эта пьеса, которая тоже появилась в 58-м году. И ее тоже не сочли за джаз, потому что она была написана на пять четвертей. Она называется «Take five». То есть возьмем пять. Ну, здесь есть такая игра слов. Оказывается, среди американских работяг, когда они здороваются, они говорят «Take five». Вот так вот, значит. «Дай петушку». А у нас это «Дай петушка» называется. А с другой стороны, это намек на то, что это пьеса на пять четвертей. И вот тогда большинство критиков, а приехал этот квартет из Калифорнии, их не знали до этого, они сказали, что это не джаз никакой. На пять четвертей джаза быть не может. Только на четыре, свинг и так далее. Но не прошло и там пары лет, когда эта пьеса стала просто хитом уже международного такого уровня. Вот такая схема. И в конце концов мы перейдем тоже к пьесе, которая написана на пять четвертей, которую когда-то напел не менее гениальный Стинг. Вот такая схема этой, в общем, довольно длинной композиции. Но я думаю, что она настолько разнообразная, что скучать вам не придется. Начинаем с «Лонли вумен», «Одинокая женщина» Орнет Колман. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот эта песня, если вдуматься, кто понимает, это такой, знаете, возврат к такой древнегреческой мифологии. Она называется «Everything must change». Все в природе меняется, молодые становятся старикаем, все тайны раскрываются, кроме одного. Все равно светит небо над нами, и природа остается неизменной. Вот такое содержание этой песни. Так, Крисий Джонс, «Everything must change». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 места. И это вызвало в общем возмущение. Как может какой-то белый, да еще и итальянец оттеснять наших звезд? И в общем ему начали стали продюсеры «Полков колеса» и в конце 70-х его как-то так прибрали. Несмотря на то, что у него уровень его исполнительства, его песен не спадал. Но вот такая есть тенденция в музыкальном поп-бизнесе. В общем, его отодвинули и он как исчез. Я помню, я в то время следил за его творчеством и очень удивился, почему его сейчас нигде нет вообще ни в списках, ни параметры изучить. Ну в общем, он вынужден был просто уехать куда-то, значит, в монастыри, в Японии был, в разных восточных странах, занимался эзотерикой, медитацией и так далее, йогой. И потом все-таки вернулся. Он купил, правда, себе квартиру, по-моему, где-то в Швейцарии. Сейчас он выступает. Немножко, кстати, его репертом сдвинулся в сферу такого традиционного джаза, но основные его хиты все равно остались. Вот сейчас вы услышите один из хитов середины 70-х годов, который тогда сочинил, спел и сыграл Джина Ванелли. Это песня, которая называется The River Must Flow. Река должна течь. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok «Стояlu в концертном исполнении» К примеру «Аллайский базар» Я посвятил эту композицию историческому месту Которое возникло вообще где-то за 2500 лет до нашей эры в ЦентральнойАзии на маршруте Великого Шелкового Пути Вы, наверное, знаете, что много тысяч лет назад Китайский шелк пользовался колоссальной популярностью И отчасти потому, что никто не знал, как вообще его изготавливать Китайцы с присущей им такой жесткостью хранили эти тайны Если обнаружили, что кто-то пытается кому-то рассказать И тут же казнили моментально Поэтому секрет шопка китайского не был раскрыт за много тысяч лет И вот эти караваны, которые везли из Китая в Европу, в Индию, в Африку, куда угодно Везли с собой вот этот шоп А обратно они возвращались уже с груженными какими-то товарами, которых в Китае не было А не было чего? Не было испанского хованного оружия Не умели ковать, да не было такого железа в Китае, как в Испании Латы Потом везли, конечно же, скакунов Испанских Как в Китае тоже были такие низкорослые, как в лошадке и все Ну, конечно, рабы везли И вот эти два потока, которые шли туда и шли обратно Они встречались под склонами Алайского хребта Вот так возникло, и там тоже обменивались товарами Так и возникло то, что стало называться Алайским базаром Это историческое место, которое до сих пор существует в Ташкенте Я там бывал еще давным-давно Ну, как был такой небольшой базарчик Так вот и существует Вот ему-то я и посвятил пьесу, которую вы сейчас услышите Алайский базар Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок individual Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дмитрийagon А теперь ставлю небольшой антранк Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И какие-то вообще самые разные персонажи И вот ему пришла новая мысль А не объединить ли в один коллектив Вот этих все персонажей И чтобы они Своё мастерство использовали Уже в рамках какого-то спектакля Вот так и появилось То, что позднее Получило название Комедия Дель Арте И возникло огромное Да, он поставил условие Что только Единственное, что Каждый актёр Должен быть одет Всегда одинаково И главное В одинаковой маске Так и появился театр масок Вот то самое Что дошло до наших времён Потому что маска Например, Пьеро Она сейчас символизирует Вообще театр Ну, в общем Я сейчас не буду Долго Рассказывать эту историю Дело в том, что Этот театр Вообще приобрёл Колоссальную популярность В Европе Сначала он переместился Во Франции Там возникли Свои маски Если в Италии Ну, были Десятки масок Например, такие как Там Панталоны Бригела Орликин Тарталья Скоромучча Пучинева Коломбина И Смиралдина Они все В общем Отражали Какие-то социальные типы Это Их богатые купцы Были Чиновники Военачальники И так далее И в общем-то Они немножко Глумились над ними Таким образом Их даже стали Преследовать Но В то время Они все время Переезжали Из города в город Поэтому Ничего не получилось И вот Во Франции Появилась еще одна Маска Вот этот Пьеро Ну и в общем В России Впервые Это как явление Возникло Только в начале Двадцатого столетия Когда в 1906 году Александр Блок Наш великий поэт Написал пьесу Балаганчик Для театра Вот этого Масок Который тогда Базировался в театре Комиссажерской А роль Пьеро Играл Начинавший Тогда Всеволод Мерхольт Если вы знаете Кто это такой Потом это стал Классик Такого советского Театра Режиссура Он тогда Играл Пьеро Вот такая История Это был В 1906 году А в 1922 году Уже в советские времена Евгений Вахтангов Вообще Создал Театр Масок И Написал тогда Принцессу Турандот Который идет До сих пор Этот спектакль Он так и не умирает Вот такая история Этого Этого театра Ну и Сейчас послушайте Пьесу Которую я Как раз Посвятил Вот этому Персонажу Грустный Ерог Пьесу 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песню, которую, кстати, мне хотелось бы посвятить в памяти выдающегося музыканта, который, к сожалению, умер совсем молодым. Его звали Роберт Палмер. Он был удивительно талантливый человек, и он умел делать все. И сначала он был рок-музыкантом, потом вдруг стал джазовым музыкантом, но, к сожалению, у него было слабое сердце, и он довольно рано умер. И вот сейчас у него в памяти вы услышите одну из его песен, которая называется «Happiness» — счастье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас вы услышите песню, которая принадлежит одной из старейших групп английского прогрессив-рока. Она называется «Tears for Fears». Ее создали два таких непростых студента, которые учились не просто на философском факультете, а какой-то эзотерикой еще увлекались. И, кстати говоря, это было где-то начало 80-х годов. В то время вообще было увлечение среди английской студенческой молодежи вообще всякой такой мистикой, эзотерикой. И очень была популярна книга некого Артура Янова, которая называлась «Первобытный вопль». И вот пьеса, которая сейчас прозвучит, она как раз и была, я так предполагаю, и так как раз из названия этой книги, потому что песня, которую вы слышите, называется «Шаут», то есть «Вопль». И. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok